Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Капитан Крым. Сегодня я хочу вам предложить прокатиться по старой севастопольской дороге. Поехали! Итак, друзья, стартуем мы от села Гончарно. Это трасса Севастополь, Ласпий, Ялта, Алушта. В общем-то, это еще у нас с вами новое севастопольское шоссе. И чтобы вы понимали, где провернуть, я специально стартанул заранее. Вот справа замечательная новая заправка Атан. Ну, по крайней мере, она многофункциональная, новая, красивая. Поэтому и замечательно. А слева, на противоположной стороне, заправка ТЭС, которую вы наверняка все знаете. По крайней мере, те, кто путешествует по Крыму на автомобиле. Итак, посмотрите, во-первых, какая чудесная погода. Представьте, наше сегодняшнее приключение. Покатушки по Крыму будут вот под таким голубым небом. Эта дорога, как вы видите, движется вверх. То есть, дорога ведет нас вверх, прямо к Ласпинскому перевалу. Но Ласпинский перевал мы не увидим, потому что мы повернем налево, в сторону Орлинова. Именно с этого поворота и начинается старое Севастопольское шоссе. Легендарная дорога. О ее истории я расскажу вам чуть позже. А пока мы берем влево, перестраиваемся в крайнюю левую полосу. Пропускаем все встречные автомобили, тем более не несутся с горки, с перевала. Вот грузовой автомобиль пронесся мимо нас. И поворачиваем налево на старое Севастопольское шоссе. Наше приключение началось. Пока мы петляем по лесным серпантинам, у меня для вас есть замечательная идея для подарков на 23 февраля и 8 марта для ваших любимых мужчин, женщин, у кого кто. В общем-то, сейчас мы остановимся и я вам все подробно расскажу. Друзья, каждый водитель хочет путешествовать с комфортом. Я заказал себе супер нереальные коврики. Я их очень долго искал и вот, наконец-то, нашел на сайте carforma.ru. Заказать коврики очень просто. Заходите на сайт carforma.ru. Вот он на ваших экранах. Дальше выбирайте марку своего автомобиля. Здесь реализован замечательный конфигуратор. Можно подобрать четко именно то, что вам нужно. Итак, выбираем ворсовые коврики. Я давно о них мечтал. Очень хотел именно такого цвета с окантовкой. Выбираем год выпуска или серию, у кого что. В конфигураторе отмечаем, какие коврики вам нужны. Например, мне нужен был коврик багажника. Обязательно. Четыре коврика салона. И коврик над центральным тоннелем сзади. Выбираем материал, окантовку. Также вариант водительского коврика. Например, лепесток. И специальную платформу под пятку. Я думаю, многие из вас знают, насколько она может быть полезна. Еще есть возможность бесплатно выбрать металлический люверс. На самом деле, все очень просто. Добавляем в корзину. И вот ваш подарок себе или любимому человеку готов. Доставка мне пришла через компанию СДЭК точно в срок. Посмотрите, какой огромный коврик в багажник. Идеальный. Материал просто супер. Вот здесь прорезиненный. Здесь вот прям ковролин, ковер моется идеально. Я пользуюсь. Вот видите, у меня тут и дрова, и все лежит для съемок. Супер коврики. Четко по размерам вашего автомобиля. Задний ряд. Можно сказать, и такие, и такие, перекидывающиеся. Здесь специально под ногу. Площадочка. И все это можете вы выбрать на сайте carforma.ru. Смотрите. Вот такой материал. Прорезиненный. Все прошито идеально. В общем-то, друзья, я рекомендую коврики Carforma. Ссылка в описании. Ну, а мы с вами едем дальше. Впереди нас ждут серпантины, удивительные виды. И вообще, на самом деле, на мой взгляд, это самая интересная для водителя дорога в Крыму. Одна из самых красивых и самых увлекательных. Продолжаем наше путешествие. И сейчас, как я вам и обещал, расскажу немного о истории этой дороги. Представляете, до середины 19 века дороги между Севастополем и Ялтой вообще не существовало. А попасть из одного города в другой можно было только пешком, преодолев чертову лестницу. Вымощенную тропинку через перевал Шайтан-Мердвин. Мы сегодня с вами будем ее проезжать. Даже императрица Екатерина II, помните, мы с вами вчера ее вспоминали в стриме, любовалась красотами южного берега Крыма во время своего таврического вояжа в 1787 году только лишь с высоты Байдарского перевала. Намного позже, в 1824 году, указом Александра I было решено начать масштабную стройку почтовую дорогу Симферополь-Алушта. Скоро мы с вами тоже ее посмотрим. В том же году по инициативе графа Воронцова, тогда он был генерал-губернатором Новороссийского края, решено было начать строительство дороги Севастополь-Алубка. А как вы думаете, зачем? Граф Воронцов планировал строительство своей роскошной летней резиденции. Да, многие из вас там были. Это Воронцовский дворец. Не все сразу сложилось, и строительство дороги Севастополь-Алубка началось только в 1837 году. Продолжалось оно долгих 11 лет и велось на средства графа Воронцова. Поэтому поначалу дорога даже называлась Воронцовской. Строили ее солдаты, многие из них погибли во время проведения сложных горных работ. В самой верхней точке Байдарского перевала граф Воронцов пожелал построить ворота. Всем известные сегодня Байдарские ворота. Мы их, кстати, тоже скоро будем проезжать. Они символизируют победу над неприступными Крымскими горами. Во время войны именно здесь, у Байдарских ворот, нашим войскам удалось держать наступление немецко-фашистских захватчиков. Что дало возможность основным войскам отойти к Севастополю. Ух, вот такая вот она история. Крымская история. Здесь, на самом деле, куда ни пойди, куда ни посмотри, везде есть интереснейшие исторические факты. Вот такой он Крым, наш любимый Крым. Ну, а мы с вами едем дальше. Замечательные места, шикарнейшие просто места. Я их очень люблю. Мы с вами въезжаем в Орлино. Село Орлино. Это, скажем так, вот на этой дороге один из оазисов цивилизации. Здесь есть и магазин, и сейчас вы все увидите. Давайте не будем спешить, просто с удовольствием прокатимся по старому Севастопольскому шоссе. Это оно и есть. Здесь, конечно, все привели в порядок. Есть бордюры, тротуары, заборчики. Вот канава в траве вся. Есть даже разметка. Это, в общем-то, достаточно цивилизованное место. Здесь недалеко живет мой знакомый по Подмосковью. Дима его зовут. Я был один раз у него в гостях очень давно, не помню где. Он построил дом, дачу, сюда приезжает, отдыхает и получает от жизни удовольствие. А если у вас есть дача в Орлино или рядом, не стесняйтесь, пишите об этом в комментариях к этому видео. Вот, видите, товарищ вообще бескультурный. С парковки выехал, встал посреди дороги, все его должны ждать, а он свою мадам сажает в машину. Хотя бы включил аварийку для приличия. Вот, ну ладно, бог с ним. Таких много. Пропускаем пешеходов и едем дальше. Я, кстати, вот в осенне-зимний период, даже в весенний, никому из вас не рекомендую сильно намывать машину перед поездками по горным крымским дорогам. Потому что то здесь, то там, обязательно вы встретитесь каким-нибудь потоком, ручейком, который будет вот так течь по дороге. Я как-то, не помню, до Нового года решил прокатиться в Алушту и думаю, надо помыть автомобиль, чтобы чисто, красиво приехать, солнечная погода. И представьте, всю дорогу от Симферополя до перевала, практически всю дорогу на меня лилась грязь. Потому что текли какие-то ручьи, то ли там река вышла из берегов, то ли там, я не знаю, проблемы с водопроводом. Но, вся дорога была в воде. Причем дождя не было, уже несколько дней было все сухо. А дорога была мокрая, из колес автомобилей встречных и попутных. Летела грязь, вот это все, в общем-то, потом машина стала грязно-серой и некрасивой. Поэтому, ну, не обязательно мыть идеально машину, если вы зимой едите по горным дорогам. Хотя бы просто потрите фары, лобовое стекло и стекла вокруг, чтобы вам было видна эта невероятная красота. Мы с вами по-прежнему едем через Орлиное. Запоминайте название. Вдруг хотите купить здесь участок. Вот еще чуть-чуть и мы из Орлины мы выезжаем. Перед нами открывается фантастическая панорама. Мы поднимаемся с вами по старому Севастопольскому шоссе. Поднимаемся с вами на Байдарский перевал. Байдарский перевал, место особенное. Историю я вам рассказал, как появились Байдарские ворота. Именно к ним мы сейчас с вами едем. У нас зимой, где не раз уже говорил в своих видео, солнце стоит низко. И поэтому, по-прежнему прошу меня извинить за небольшие темные участки, когда камера поворачивает на солнце, она просто нас... Солнце это нас с вами засвечивает полностью. И мы против солнца, получается, ничего не видим. Но я думаю, что опытного водителя ничем не испугаешь. Опытный водитель в любом случае знает каждый метр, каждый поворот. И чувствует, тем более, если бы вы хотя бы раз были на этой дороге. Вот видите, такой момент, как раз про который я говорил. Но только стоит нам выехать на светлый участок, сразу же все меняется абсолютно... Вот, ускоримся немножко. Сразу же все меняется и поднимается настроение. Мы сейчас пересечем перевал. И дальше у нас будет солнечная сторона. Потому что вот здесь, получается, мы как бы в тени внутри гор. А туда мы переедем через перевал, Байдарский перевал, через Байдарские ворота. И окажемся на солнечной стороне, где видно море. Итак, вы готовы, друзья? Еще немножко мы едем вверх, в горку и увидим Байдарские ворота. Я рекомендую вам остановиться, если будете ехать. Там есть парковка бесплатная, никто вас там не заставит платить. Ну, по крайней мере, так пока было. Можно перекусить в кафе, можно купить сувениры какие-то. Ну, достаточно стандартные все. И посмотреть, конечно же, на тот замечательный вид с Байдарских ворот, который видела Екатерина Вторая. Это, кстати, вот очень символично. Я думаю, если будете этим летом, в этих краях, обязательно остановитесь и посмотрите, что же она там увидела. Итак, мы проезжаем сквозь Байдарские ворота, и наше приключение продолжается. Я всем очень рекомендую, если вы решите повторить мое путешествие и проехаться по всей этой дороге, по всему старому Севастопольскому шоссе, запаситесь с собой кофейком, бутербродами, чем-то еще, чтобы не отвлекаться от вот этих прекрасных видов. Тем более, на пути будут небольшие площадки, где можно остановиться и перекусить с красивейшими видами. Одна из них вот буквально сейчас в повороте покажется нам. И вот единственное, что будьте аккуратны всегда в повороте, если будете парковаться где-нибудь на площадках, сейчас вы ее увидите. Будьте всегда аккуратны и внимательны, потому что вы можете создать проблему, создать помеху для движения других автомобилей. Очень тяжело разъезжаться. Вот в этих поворотах они бывают даже доходят до 180 градусов. Вот смотрите, ну в принципе здесь не очень удобно, я бы тут не рекомендовал. В последнее время появились вот такие металлические отбойники. Раньше их не было. И раз от раза некоторые нерадивые автолюбители улетали вниз туда в обрыв и в общем-то оставались без автомобиля, иногда и лишались своей жизни. Если вам жизнь дорога, и дорога жизнь ваших попутчиков, ваших близких, то ни в коем случае здесь не гоняйте, не разгоняйтесь, и будьте внимательны. Как говорится, думайте за себя и вот за того парня, который на встречке, или который сзади вам мигает. Мы приближаемся к церкви Воскресения Христова, вообще еще называют ее Фаросская церковь. Здесь фантастическая смотровая площадка. Очень рекомендую остановиться, запарковаться, и просто постоять в тишине или послушать наш крымский ветер. Снизу вы увидите Фарос, прекрасный справа обвал, и вообще невероятные виды, которые радуют глаз туриста уже, я не знаю, сколько уже лет, веков. Очень много лет и веков. Вот, вот одно из таких мест. Ну вот видите, закрыли тут площадку, закрыли, здесь надо куда-то приткнуться, чтобы остановиться. А дальше по пути будет больше таких мест, открытых. Просто здесь очень насыщенное движение. Летом здесь очень много машин. Это вот зимой можно прокатиться и редко кого встретишь. А летом здесь просто, ну просто, знаете, как бы трафик такой полноценный, полноводный, так сказать. Итак, мы едим дальше. У нас немножко вот гуляет свет, потому что камера то в яркие ее бросает, крымские краски, то в темные, то против солнца. Но тем не менее, я думаю, что вы поймете красоту и прекрасно красоту этого момента. Крым, зима, зеленые деревья иногда встречаются, горы нависают над вами слева, снизу вдали море, невероятно бескрайнее море. Вот, а впереди дорога, которая виляет, петляет. И вот честно вам скажу, для любого водителя, который любит крутить баранку, это настоящее удовольствие, проехаться по этой дороге, потому что она достаточно неплохо выверена. Иногда, конечно, узковатая бывает, но в целом дорога доставляет невероятное удовольствие. Вправо крутишь руль, влево, потом еще, потом где-то можно расслабиться, где-то напрячься, где-то остановиться. То есть, это такая, знаете, по-настоящему интересная история, которую нужно прожить. Если вы ни разу не были на этой дороге, то тем более, вам должно быть это интересно в 10 раз больше, чем тем, кто уже ездил. Хотя, мне кажется, вот видите, какой вид, фантастика просто. Ну, просто вот фантастика. Это настоящий Крым. Это настоящая горная, Крымская дорога. Тем более, вы едете и понимаете, что по ней граф Воронцов ехал к себе на дачу, а вы тоже приехали в Крым, и вы тоже едете, отдыхаете, наслаждаетесь прекрасными видами, прекрасным чистым воздухом горным. Вот здесь еще не все видно, потому что сверху, сверху там просто, просто невероятные скалы нависают над вами, и вот женщины особо часто, часто очень боятся смотреть туда наверх, потому что им кажется, что на них большой камень упадет. Ну, совсем не обязательно, что он упадет. Вот, давно уже ничего не падало. Где-то уже лет сто почти будет в двадцать седьмом году. Поэтому пока едем спокойно, ничего не боимся. И вот сейчас мы подъезжаем к повороту, если вам вниз на старое шоссе, Южнобережное, точнее на новое, и в Форос, вниз туда, на дорогу скоростную, то вам направо. А мы с вами, вот тут не запутайтесь, а мы с вами поворачиваем левее, точнее уходим левее вверх, и движемся дальше по старой Севастопольской дороге. Можно назвать старое Севастопольское шоссе, можно назвать Воронцовское шоссе, Воронцовская дорога, ну, не шоссе, наверное, все-таки дорога. Но уже, вы заметили, как виды изменились? Вот уже пошли столбики, уже дорога сузилась, камни на дороге лежат, такие деревья смыкаются над нами с водом, как будто она вас забирает в свои объятия. Но, сразу забегая вперед, хочу сказать, в этом году, в 2024-м, дорога меня приятно удивила, потому что она стала практически везде очень хорошая, без ям. Раньше там, ну, можно было так попрыгать здорово. Вот. А сейчас дорога стала ровная, и у меня сложилось такое впечатление, что на очень большом участке сделали ремонт, и привели ее в порядок. Вот чуть дальше вы это все увидите. А пока мы петляем туда-сюда, вправо-влево, едем по нашим замечательным Крымским горам. Просто фантастика. Вот, посмотрите. Оставлю вас буквально ненадолго. Едем по красивой дороге, ровный асфальт, и, конечно же, такие скоростные участки, ну, в плане, вот, знаете, как, это как вот показывают в зарубежных фильмах, там, какая-нибудь Италия, там, горная дорога, гонки. Кстати, в давние времена, там, в 2010-2012 году, здесь были гонки на автомобилях, закрывали трассу, и гонялись на официальные гонки. Там какое-то, не знаю, там, название, не помню, то ли ралли Крыма, то ли там что-то такое. Вот, но здесь по-прежнему иногда появляются всякие дрифтеры, рейсеры, шмейсеры, в общем, всякие гонщики. Часть из них, конечно, улетает вниз, ломая отбойник, ну, а некоторые просто палят резину и оставляют следы на асфальте. Мы с вами такого делать не будем. Видите, как будто в нас всматривается. Вот эти знаки иногда, видишь, похожи на глаза. И что-то такое. Вот велосипедисты газуют вообще. Кто-нибудь из вас по этой дороге на велике бы проехал? Напишите в комментариях, мне очень интересно. Так, друзья, замечательные виды. Крымские горы. Впереди гряда Айпетри, сверху, вот слева. Чуть ниже у нас будет впереди гора Кошка. И вот, как я вам уже сказал, получается, что дорога это идет к Воронцовскому дворцу. Поэтому она в конце видео спустится вниз, как раз посмотрите в конце видео, она спустится вниз на Южнобережное шоссе, современное, по которому все машины ездят из Севастополя в Ялту, в районе Воронцовского дворца, в районе Алубки. Там можно повернуть направо и уйти в Семииз, или налево повернуть и уйти в сторону Ялты. Ну, и Алушта, соответственно. Ну, а пока мы с вами катимся, катимся, получаем удовольствие. Честно говоря, я за рулем получал удовольствие, потом еще получал удовольствие, когда монтировал. Вот сейчас сижу, монтирую и получаю удовольствие. И потом вместе с вами буду смотреть это видео и не раз. Потому что прошлое мое видео Старая Севастопольская дорога, давно я его снимал, посмотрел там, ну, большое количество людей. Вот. И, конечно же, вот ощущения от езды по этой дороге, они незабываемые. Я думаю, вы со мной согласитесь. Какие у вас ощущения как у водителя, как у пассажира. Может быть, вы помните свои впечатления, когда вы в первый раз по ней проехались. Все это вы можете написать в комментариях под этим видео. Я буду очень рад. Кстати, вот мне интересно, я задумался. Я-то себе коврики нашел, коврики моей мечты, которые давно хотел. А вот раньше, когда ездили в Граф Воронцов, он же наверняка ездил в карете. А какие были коврики в карете? Вряд ли это были эво-коврики. Может быть, и не резиновые совсем. Может быть, там был вот персидский ковер. Вот, любопытно просто стало, почему-то меня эта мысль сегодня посетила. Какие же были в каретах коврики? И каким-то образом они были предусмотрены для того, чтобы собирать воду там. Хотя у нас снега-то толком и нет. Но все равно. Тема интересная. Попробуем что-нибудь на эту тему узнать. Едем дальше. Дорога все уже и уже. А когда-то, ну, когда-то, не так давно, кстати, ну, еще в прошлом столетии, еще когда наши родители с вами были молодыми, даже маленькими, Южно-Бережного шоссе, вот, трассы снизу не было. И из Севастополя обычные рейсовые автобусы, скорые помощи, там, я не знаю, пожарные, люди на своих автомобилях ездили именно по этой дороге и использовали ее постоянно, ежедневно, ну, в качестве вот трассы, соединяющей Севастополь и Ялту. Так что, не так давно она была еще такой полноценной трассой. Вот чертова лестница слева, про которую я вам рассказывал, вот туда можно вверх подняться, подняться, подняться и уйти аж на ту сторону горы. Здесь есть водопад, симпатичный, живописный, небольшой. Ну, и есть несколько мемориальных мест в честь наших войнах, Великой Отечественной войны. Остановитесь, если у вас есть информация, я обязательно, вот, один из них мы проехали, как-нибудь я обязательно более детально о них расскажу. Остановитесь, посмотрите, почитайте, я думаю, будет интересно каждому из вас узнать, кто здесь погиб, кто защищал Крым в те годы. Подвиг героев, он останется вечным. Друзья, как раз в преддверии 23 февраля хочу всех поздравить с этим праздником, с Днем Защитника Отечества и пожелать всем нашим воинам крепкого здоровья, чтобы они все вернулись живыми, здоровыми и, конечно же, всем нам желаю с вами победы, великой победы, которая бы вернула мир и оставила этот мир на долгие годы, десятилетия или даже столетия, потому что воины ничего хорошего не несут никому. поэтому я считаю, что Россия должна победить, надолго утвердив нашу позицию, что мы страна миролюбивая и мы не хотим ни с кем воевать и никому не позволим этого делать. Вот как-то так. Я вас всех поздравляю и, конечно же, вот 23 февраля приглашаю всех на стрим на канале Капитан Крым. на моем канале будет вечерний стрим у огня. Если вы смотрите уже 23-го это видео, то сегодня вечером, если вы смотрите 22-го, значит завтра вечером будет стрим у огня, праздничный стрим в честь Дня Защитника Отечества. Приходите, буду рад. Будем друг друга поздравлять. А мы неожиданно выехали на чудесный отрезок дороги, который вот просто, знаете, как будто мы куда-нибудь в Грецию улетели. Я не был в Греции ни разу, но вот мне почему-то кажется, что там все такие дороги красивые, хотя вряд ли, но здесь вот много лет уже такой отрезок, здесь можно кино снимать, здесь можно фотографироваться, но летом, конечно, машины побольше, а зимой можно прям где-нибудь остановиться и сделать прекрасную фотосессию. Только главное, друзья, аккуратно, ищите карманы, не останавливайтесь просто вот глупо-тупо на обочине посреди дороги, потому что может какой-нибудь кабанчик промчаться и сделать что-нибудь нехорошего. Будьте аккуратны, безопасность превыше всего, тем более на горных дорогах. Вот. Шикарные пейзажи, даже, честно говоря, вот я смотрю и у меня голова кружится, в хорошем смысле. Не кружится, а вот, знаете, как говорят, скружить голову, да, вот эта дорога, она вдохновляет на какие-то вещи. Хочется, не знаю, там, писать стихи, музыку сочинять, художникам хочется рисовать картины или писать картины. Ну, кто-то рисует, кто-то пишет, кто-то посерьезнее, пишут, попроще там рисуют. Дети начинают смотреть большими глазами, не только в телефон, но еще и вокруг. Да и вообще, вообще, конечно же, шикарная трасса, шикарная дорога. И посмотрите, то, о чем я вам говорил. Огромные участки стали вот такими красивыми, аккуратными, даже вот с линиями, которые очерчивают обочину, тут ее почти нет, обочины, разделительная линия, ну, цивильно, да, стало цивильно, цивилизованно, красиво. Вот такой он наш Крым. наш Крым спустя 10 лет после возвращения в Россию. И я вам скажу, многое меняется, сейчас вы дальше это увидите, потому что Крым действительно преображается и с точки зрения какой-то культуры, да, с точки зрения социума, с точки зрения общества, инфраструктура меняется, вот даже эта дорога, посмотрите вот на нее, да, мы уже с того участка уехали, а здесь все равно красиво. Ты прям как вот, как вот по маслу плывешь, как вот теплая ложечка как по маслу плывет вправо, влево, дороги петляет, а ты можешь абсолютно спокойно, наслаждаясь процессом, так как бы, знаете, не означает крутить баранку автомобиля и ехать, получать удовольствие. Так вот, многое меняется в Крыму. Есть, конечно, свои трудности, проблемы, ну, это чисто такое житейское, знаете, все, все наладится, но то, что Крым меняется в лучшую сторону и развивается большими шагами, хорошими темпами, это, это радует. И вот у нас с вами в марте ждет нас праздник, десятилетие возвращения Крыма. В рамках, конечно, большой истории нашей страны это мелочь, но для нас с вами в рамках нашей жизни это большое событие. Мы его обязательно будем праздновать, мы будем подводить с вами итоги, смотреть, где, что, как, что стало лучше, ну, в основном все стало лучше, как бы, где-то, может быть, не настолько, как хотелось бы, но в любом случае Крым преображается и лично меня это очень радует. Все вопросы разные там какие-то мы обсуждаем в своем стримах, поэтому, кто впервые на моем канале, друзья, призываю подписаться, приходите на стрим, у нас видео вот таких вот будет очень много, на стримах вы можете задать вопрос, написать свое мнение, что угодно, если вы культурный человек, то приходите, все будет хорошо, есть подписчики, которые донаты отправляют, например, вот на полный бакш и заказывают какое-то, ну, не знаю, приключение, например, предлагают вариант, куда можно поехать, у кого-то, может быть, своя любимая дорога есть, поэтому приходите на стрим, присоединяйтесь к нашей большой дружной семье, культурных, нормальных, адекватных людей, которые любят Крым, вот, и любят путешествовать в Крыму, отдыхать, загорать, купаться, узнавать новое, ходить на экскурсии, в общем-то, это все мы, так, мы с вами неожиданно, аккуратно, медленно подбираемся к селу Оползневое, здесь такой интересный есть момент, например, там есть внизу села и вверху, да, это же, вот мы едем на высоте где-то метров 300, над уровнем моря 400, в самой высокой точке, по-моему, это трасса 500 метров на Байдарском перевале, над уровнем моря, а мы едем где-то вот 300 и спускаемся плавно вниз, так вот, есть возле моря населенный пункт, часть его, да, и вот он вверх, вот так вот по горам вертикально, как бы, растянут, и есть часть сверху, так вот, Оползневое, это место, оно, в принципе, чем примечательно, тем, что здесь, в окрестностях Оползневого, вы готовы, вот именно здесь, в нашей огромной стране, в России, только здесь, выращивают настоящий синий, фиолетовый, точнее, Ялтинский лук, именно в Оползневом живет и растет настоящий Ялтинский лук, вот так вот, вот мы в него въехали, нет, не в лук, а в Оползневое, здесь стоят под углом некоторые столбы, видимо, они тоже тянутся к солнцу, как лук, и мы по нему какое-то время будем ехать, кстати, очень аккуратное такое местечко, здесь есть трехэтажные дома, ну, многоэтажек я не заметил, частный сектор, тоже, кстати, дорога, смотрите, асфальт, ям нет, уже прошли те времена, когда здесь были дыры, ямы на дороге, и машину вот так вот просто трясло, все ровно, аккуратно и красиво, и мы с вами по-прежнему едем через Оползневое, тут видно, что, вот посмотрите, лежачий полицейский, подсветка дороги, вот какая-то машина оранжевая едет, красивая, значит, подсветка пешеходного перехода, зебра, знаки нарисованы, вот знак 20, там, да, там знак 40, тут вот остановка, ну, вот вы, вы вот сами посмотрите и скажите, как изменился Крым, надо быть идиотом полнейшим, чтобы этого не видеть, и говорить, что, ой, Крым стал хуже, Крым испортила Россия, это говорят только недалекие люди, вот вы посмотрите сами, кто здесь давно не был, и кто помнит эту дорогу, и скажите, вот я считаю, что Крым сильно изменился, потому что дорога стала классная, ровная без ям, появились остановки, появилось, да, еще можно улучшать, и есть куда улучшать, но на данный момент сделано многое, и вот, скажем так, Крым изменился, и стал лучше, по крайней мере, старое Севастопольское шоссе стало лучше, вот посмотрите, даже здесь вот так вот сделали, раньше здесь было совершенно по-другому, и так, мы с вами выезжаем, из-за ползневого, слева стоит знак, и движемся, движемся дальше, перед нами открывается, по правую руку, море, кстати, пассажиры, которые садятся справа, у вас просто фантастический вид на море, если вы сядете слева, у вас будет фантастический вид на горы, и в принципе, знаете, можно меняться местами, а еще я вам рекомендую, по этой дороге проехаться, ну, например, вот вы в этот приезд в Крыму на отдых, проехались из Севастополя, туда, в Алубку, да, ну, вот в сторону Ялты, по старому шоссе, и все, и заберите с собой эти впечатления, с собой, и, и запомните, вот просто прочувствуйте, получите удовольствие, а в следующий год, в следующий раз, вы проедете обратно, например, да, из Алубки, по этому шоссе, обратно, вот, на Байдарские ворота, и туда, поверьте, это совершенно другая, будет дорога, ну, вы, вы просто по-другому все ощутите, вот, мы с вами едим дальше, впереди у нас голубой залив, а пока, пока, вот, я вижу, что появилась мощная труба, газовая, судя по цвету, и видно, как индустриально развивается Крым, то есть, газопровод ведется по южному берегу, со всеми, вот видите, этими изгибами, активно идет стройка, я скажу вам так, во многих местах, строятся водоводы, газопроводы, там, канализация, очень много чего, как бы, по инфраструктурным делам строится, по всему Крыму, и лет так через 10, понятно, даже вот в Евпатории сейчас там, строят водовод большой, да, там, тянут его откуда-то со стороны Симферополя, через, ну, со стороны САГ, дальше он идет в город, по второй Гвардейской, там все перерыто, грязь, срач, но, это же все пройдет, стройка закончится, и вот уже дворники вышли, обещают за неделю, что все приберут, то есть, весь город наведут порядок, то есть, выборы мы встретим в чистом городе, наконец-то, вот город будет у нас чистый, в Патторе, вот, ну, в любом случае, там, ну, пусть через 5 лет, там, может быть, через 10, мы просто не узнаем, наши крымские города, наши крымские дороги, уже не узнаем, потому что, вот, трасса Таврида поменяла совершенно, рельефы крымские, и впечатления от поездок, открывается, буквально уже, скоро, трасса, Симферополь, Евпатория, мирный, и, конечно же, мы с вами, по всем этим дорогам, ездим, смотрим, очень много, в нашей стране, автолюбителей, очень много, у меня подписчиков, тех, кто, так же, как и я, любит, на машине кататься, и, по сторонам смотреть, и, автопутешественников, так называемых, это мы с вами, поэтому, следите за каналом, я буду вас радовать, интересными видео, не только, прогулками, пляжами, там, всякими, отелями, советами, рекомендациями, но, еще и, автопутешествиями, потому, что, это, наше с вами, любимое, времяпрепровождение, и, так, дороги петляет, по-прежнему, обратите внимание, несмотря на стройку, дорога, в асфальте, без ям, и, все хорошо, мы вправо, влево, едем, туда-сюда, обратно, тебе и мне приятно, помните, такое, маленькое, короткое стихотворение, с детского сада, я его помню, вот, так, как раз, это, про дорогу, про крымскую горную дорогу, про наши серпантины, кто поспорит, то, киньте камень, киньте первым, в Байдена камень, как сказал Путин, так, едем, ремонты, трубы, там, идут работы, в общем-то, молодцы строители, все шикарно, я думаю, что уже к весне, к лету, это уже все закончится, стройка, и, здесь можно будет спокойно проезжать, ну, вот, смотрите, поставили эти красные указатели, габаритов, да, ну, как бы, как дорога поворачивает, есть разные там, вот, опять же, ну, нарисована, это белая линия, от обочины, где-то, вот, ее не видно, из-за грязи небольшой, но совершенно другой уровень, вот, просто, просто другой уровень, я думаю, что в перспективе, там, 20-30 лет, все это побережье застроится, здесь будет множество частных домов, там, каких-нибудь отелей, чего-нибудь еще, я надеюсь, улучшится транспортная доступность, многое поменяется, но, вот, мы будем вспоминать, вот, дорогу такой, какой мы ее сейчас смотрим, в 2024 году, давайте зафиксируем, и потом, там, лет через 5-10 посмотрим, нет, конечно же, раньше ее еще покажу, и вы еще прокатитесь, и этим летом, и следующим, но, вот, мы запомним, а потом сравним, да, какая она была, вот, а какая она станет, также можно сравнить, и с моим предыдущим видео, которое я снимал, там, я не помню, в каком году, вот, прям, тоже такое длинное, весь проезд, вот, обратите внимание, сейчас слева, там, такие крутые дома стоят, ну, такие, ну, как бы, современные, современные, вот, справа такой древний забор, стилизованный, а слева, вот, стоят стеклянные, там, с стеклянными, большими окнами дома, то есть, вот, сейчас в Крыму, начали появляться, интересные проекты, архитектурные, вот, и не обязательно, прямо у моря, то есть, люди не лезут, прям, к воде, не лезут на первую линию, а, именно, строят, где-то в тихом месте, даже в горах, себе дом, там, или коттедж, или что-то еще, так, подождите, мы протиснемся с этим, с экскаватором, аккуратненько, аккуратненько, никто никому не мешает, вот, и, живут с прекрасным видом на море, вот, смотрите, какой гладь моря, гигантские горизонты, вот, просто линии горизонта, от края до края, когда солнце отражается, вот, в этом, большом море, это что-то невероятное, а летом, ты едешь где-нибудь в горах, и смотришь вниз, есть ли там барашки, или нет, значит волны есть сильные, или не сильные, с какой-то стороны ветер дует, и уже думаешь, вот я там буду, на моем любимом пляже, а вот там, если ветер оттуда, то волны будут, а если с другой стороны, то их не будет, и вот, вот это все наполняет, вот, каждого из нас, вот этими приятными, впечатлениями, ощущениями, и, вот, этим предвкушением, отдыха, даже, вот, в рамках одного дня, я уже, честно говоря, боюсь, боюсь представить, как вот многие из тех, кто далеко живут от Крыма, как они весь год думают, мечтают, летом поехать в Крым, отдохнуть, и, насколько у них, вот это вот ожидание, эмоциональное напряжение, настолько сильное, желание, приехать в Крым, в следующем году, с семьей, с детьми, всем вместе, и, вот, просто окунуться, вот, во все, во всю эту красоту, вот, как будто, с пирса прыгнуть в море, знаете, вот, когда жара, жаркий день, раскален-то сильно, да, вот, все, у тебя уже голова горячая, там, тело все горячее, и ты, вот, прыгаешь с моста в воду, а вода, например, на улице, там, плюс 36, а вода, например, плюс 26, и вот, 10 градусов перепад, и такое невероятное ощущение, думаю, многим из вас оно знакомо, вот, если знакомо, если вы понимаете, о чем я говорю, то, пожалуйста, напишите два слова, три можно, можно четыре, кому столько не жалко, даже пять слов можно написать в комментариях, мне будет интересно почитать, на самые интересные вопросы или комментарии, я обязательно отвечу, поэтому, друзья, вот, я вообще рад, что мы вместе с вами катаемся сегодня по Крыму, по зимнему Крыму, вот, главное, да, вот, момент здесь зимний Крым, это не лето, не осень, это зимний Крым, хорошая погода крымская зимняя, немножко, конечно, солнце такое, знаете, вот, приглушенное, этими вот тучками, такими облаками полупрозрачными, ну, у нас в этом году часто закрывают, в том году тоже небо, разными там делами, вот, поэтому, получаем удовольствие, когда можем, когда есть, хотя бы один-два солнечных дня, мы сразу, вот, берем, там, не знаю, собираем все свои дела, откладываем их на завтра, едем путешествовать по Крыму, я думаю, многие так делают, тем более, если выходные, если праздники, самое оно, у нас в феврале сейчас праздники, вот, 23 по 25 февраля, кстати, в кафе Филичта, всем мужчинам, подарок говорят, кофе, я тут посмотрел у них, в Яндекс Дзене, так что, если вы в Евпатории, то можете смело, защитники Отечества, наведаться, а если у вас есть маленькие дети, мальчики, юные, так сказать, будущие защитники, то, я думаю, что им в подарок будет мороженое, приходите, испытайте, приятные ощущения, а сейчас сюрприз, не страшно было, я люблю такие фокусы, вот, я просто знаю это место очень хорошо, там можно подъехать, вот, просто на край, и, и как будто, вот, все, а там, внизу, ну, достаточно, иногда бывает сильный обрыв, вот так увидеть сверху, да, прямо из машины, это как на Дарханкуте, знаете, там есть места, когда, ну, раньше, пока сейчас, вот, не закрыли, раньше можно было, едешь, а справа у тебя, внизу прям море далеко внизу, и прям обрывы вот эти вот невероятные, просто здорово и классно, друзья, мы спускаемся вниз, остались буквально считанные минуты, две минуточки, и мы спустимся на южнобережное шоссе, на этом наше видео заканчивается, на этом заканчивается старая севастопольская дорога, замечательная дорога, я очень рекомендую всем вам по ней проехаться, хотя бы раз в жизни, вот, а лучше не раз, а несколько раз, чтобы по-разному ее увидеть, потому что летом она одна, когда осень золотая, она другая, зимой она вообще третья, вот сейчас просто нет снега, когда снег, она вот еще невероятней, вот, ну и весной, конечно, когда все цветет, это тоже подарок судьбы, наши крымские горные дороги, я всем хочу вам пожелать хорошего настроения, и у нас через несколько дней начнется весна, с чем я вас всех, друзья, и поздравляю, спасибо, что досмотрели это видео до конца, я знаю, что самые, самые такие ответственные, самые ярые поклонники, любители Крыма, досматривают мои видео до самого конца, если досмотрели до конца, поставьте лайки, или напишите об этом в комментарии, мне будет интересно, и если вы хотите предложить какую-то тему для съемок, например, какую-нибудь дорогу интересную, хотя у меня в плане уже записано кое-что, вы можете написать об этом тоже в комментарии под видео, кто хочет пополнить до полного бака, есть ссылка в описании, Донейшн Эллирс, друзья, я всех обнимаю, вам пламенный привет из Крыма, увидимся в следующих видеороликах, всем пока, ваш капитан Крым. Субтитры создавал DimaTorzok